Идем выгонять крокодила. Такой ироничный пост опубликовал активист Народного фронта Вадим Нуждин. Речь идет о шутках на тему затопленного тоннеля на улице Арена-18. В социальных сетях пост общественника набрал большое количество просмотров и обсуждений. Мы находимся на месте затопа, вокруг неприятный запах и отколотые стены. По словам общественников, вода попадает в туннель даже в хорошую погоду. Активисты хотят разобраться в данной ситуации и понять, кто решит эту проблему. Чтобы выяснить, в чем причина такой ситуации, активисты УНФ приехали на место вместе с представителями Самарской прокуратуры. Ситуация с объектом в той или иной степени выплывала в публичную плоскость, начиная с апреля 2019 года. Мы поняли, что самостоятельно, как общественники, уже не разберемся, и нам нужно пригласить сюда соответствующие органы. Что мы и сделали. Очень благодарен прокурору области Букрееву, Александр Николаевич, который позитивно всегда относится к нашей работе, потому что мы помогаем. Он поручил прокуратуре города Самары выйти и в сегодняшнем таком диалоге с представителями заказчика, подрядчика, обслуживающей организации разобраться, что происходит. Что необходимо сделать, чтобы мы, первое, получили здесь нормальный объект, целый, красивый, убранный. Сразу говорить о нарушениях нельзя, в связи с тем, что проверку мы только организовали. Все объекты чемпионата мира, они находятся на особом контроле у прокуратуры. Поступил сигнал от Народного фронта. Мы сразу организовали проверку, в том числе выезд сюда, чтобы своими глазами увидеть, в каком состоянии находится подземный пешеходный переход, дорога. Вопросы, на самом деле, проверки широкие, потому что передача этого имущества осуществлялась, содержание осуществлялось и строительство. Соответственно, по каждому вопросу нужно будет проверить, найти виноватых. С 1 августа заключен новый контракт с подрядной организацией ООО «Кедр», и теперь она занимается содержанием данных дорог. С этим подземным переходом ситуация следующая. Наблюдается периодическое подтопление данного перехода водой. На данный момент пока сказать не могу, конкретно является ли это гарантийным случаем или нет. Я думаю, на этой неделе мы закончим проработку и информацию тогда отдадим, в результате чего происходит подтопление. Кто будет отвечать за последствия, должна выяснить прокуратура. Проверку проведут в течение месяца. Наш телеканал будет следить за развитием событий. Валерия Куценко, Дмитрий Мешканцов, События.